На тонком плане отторжение, отрыв России от Украины происходил еще минимум с 95-го года, а вообще по плану о разделении СССР еще раньше. Вот этот многоуровневый с рунами и с завитой разрываемой энергетикой, где вот эти вот все страны Европы были представлены и они окружали кое-что. Что фонтан, так называемый фонтан Европы, прямо перед Киевским вокзалом, как затычка, на самом деле отделил Россию от Украины на тонком плане. В самом начале пути России к Украине, вот из Москвы идешь, едешь в Киев, он оторвал Киев от России еще в 95-м году, он был установлен в 95-м году. На тонком плане идут некие энергии из Москвы, условно через вокзал на символном уровне. Я был на этом месте в 18-м году, если не ошибаюсь, и меня просто поразилось, что происходит, как там закручиваются энергии и как отделен вокзал, старое допотопное здание, современными другими зданиями. Потому что здание тоже концентраторы, переработчики, они фокусируют энергию, они ее отдают, они перерабатывают, они ее поглощают. Это ужас просто, что происходит. Вот как тут идут энергии, завинчиваются. Это тоже символ разрыва. Если раньше был один ансамбль допотопный, интересный, то сейчас смотрим, что происходит. Вот эти вот волны, разрыв единой волны, там на символном уровне неспроста этот фонтан был поставлен. И что происходит на символном уровне. Как там идут энергии. Как там все лихо закручено на самом деле. Да иди ты нафиг с этими аккаунтами. Очень интересная конструкция, очень интересная. Обрыв единого целого. На тонком плане можно долго объяснить, что происходит на тонком плане. Но я думаю, все очевидно, все понятно. Вот он, единый, единая Европа и вот разрушенная Россия и путь России. Ну, сказка, которая там нам на уши повешена, она не имеет никакого значения. В Москве куча символьных зданий, ни один памятник не является просто памятником. Это символ, это работа с энергиями. И я уже разбирал некоторые памятники на символьном уровне. Что они означают? Смотрим канал Цельнозор сначала. Ансамбль площади Европы почему-то именно перед Киевским вокзалом. Не на Лубянской площади, блин, почему-то. Похищение Европы. Прямо в дар передано, конечно же, Брюсселем. Брюссель застолбил себя в Москве и отделил Украину. Забрал себе, по сути, перекрыл путь на Украину. Там еще дальше интересное здание, интересный ансамбль. В общем, весь Киевский вокзал изолирован вот таким уежищем, вот такими уежищами от остальной Москвы. Совпадение не думаю. Дальше больше. Вот я о чем говорил. Вот это здание, современный торговый комплекс, вот это допотопное здание было изолировано им. Песни «Жаль» тоже я разбирал Пугачевой в предыдущие ролики. Сейчас не хочу сильно останавливаться на этом теме. Вот допотопное здание, наше старое вокзало, изолировано. И именно с кодом определенным, там И-6-33 было в клипе Пугачевой, если не ошибаюсь, с Киевского вокзала уходил поезд. Ну, в общем, смотрим разборка клипа Пугачева. Пугачева – это королева нашей эстрады. Дело в том, что, и как я уже говорил, одна ложа за все развлечение отвечает. И у каждой ложи там есть своя королева, есть кто главный и так далее. Много таких вот интересных королев, некоторые королевы трансгендерные. Граймс, Грымза я ее зову, точнее это он. Трансов много и так далее. Очень много, это очень интересная тема еще, трансы, я об этом сделаю разбор чуть позже. Так вот, ни одна песенка не является просто песенкой, ни один клип, чтобы просто послушать. Много чего интересного, тоже можно по этому ансамблю рассказать. И архитектура тоже много чего. Сравниваем допотопную, условно сталинскую и современную архитектуру. И смотрим и чувствуем, как идут потоки, как идет энергия в этих архитектурных сооружениях.